МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Эфир СТВ продолжает новости. В студии Яна Таран. Здравствуйте. И коротко о главном к этому часу. Централизованное тестирование, школьные программы и новые учебники. Президент пообщался с представителями учащейся молодежи. Свести к минимуму использование антибиотиков в ветеринарии. О качестве белорусской молочки комментарии Минсельхозпрода. Более миллиона уникальных документов о фактах и событиях. Национальный архив Беларуси 90 лет собирает свидетельства истории. Задания на централизованном тестировании уже в этом году будут полностью соответствовать школьной программе. Кроме того, от этой формы проверки знаний могут отказаться при организации набора на творческие специальности. Об этом заявил Александр Лукашенко. Сегодня на базе 61-й столичной школы президент пообщался с представителями учащейся молодежи из всех регионов Беларуси. На встречу приглашены 300 человек. Школьники смогли задать главе государства интересующие их вопросы. Например, о лидерских качествах, о роли знаний в современном мире, о шестом учебном дне. Спросили даже о мечте Александра Лукашенко. Президент же призвал белорусскую молодежь свои планы и надежды воплощать на родине. Для этого в стране создают все условия, в том числе постоянно совершенствуется и система образования. Уверен, что у всех у вас вступительные экзамены в ВУЗы. И над этим мы сегодня работаем, над тестированием, чтобы его приблизить к школьной программе. Уже в этом году новый министр, которого я недавно назначил, пообещал мне, что все абсолютно тесты будут ориентированы на школьные программы. Были у нас замашки, когда мы приглашали для составления тестов академиков и прочих вундеркиндов. Они действительно великие. И они под себя, как они это понимали, составляли эти тесты. И что мы получили? Мы получили, что все наши педагоги, ваши учителя, особенно лучшие, летом становились репетиторами. И вы начинали вызубривать, не учиться чему-то, не логически мыслить, а зубрить, зубрить на память, чтобы ответить на те или иные тесты. Этого быть не должно. Тесты мы совершенствуем. В этом году они будут абсолютно соответствовать школьной программе. Может, в какой-то степени, в большей степени, мы будем отказываться от тестов, особенно там, где творческие специальности, художники, актеры, артисты, музыканты и так далее. Мы, кстати, это уже сделали еще раньше, но будем это расширять. Потому что все-таки за сухим перечеркиванием каких-то цифр в тесте и так далее не видит преподаватель человека. Не видит человека. Это плохо. Надо делать так, чтобы мы, кроме тестирования, все-таки видели самого абитуриента. Сегодня же министр образования доложил президенту, что уже к первому сентября учебные программы в школах обновят. Под них будут разработаны и учебники. Один из таких Александру Лукашенко продемонстрировали. Кроме того, показали современную технологию оживающих картинок. С помощью этого приложения в смартфоне содержание учебника может сопровождаться видеоматериалом. Глава государства подчеркнул, что качественно переработать нужно не только содержание учебников и пособий, но и их оформление. Мы к началу нового учебного года все учебники не создадим. Мы вам раньше докладывали, что до 2020 года этот процесс идет. Проанализируем содержание всех учебников. И четко определимся, что из старых учебников брать, что не брать в соответствии с новыми программами. Мы дадим методические рекомендации, дадим подготовку соответствующих педагогов. Надо выбрать то, что не терпит. Так точно. Те заменить учебники в первую очередь. Остальное, что терпит, пока оставить. Так точно. Выдав рекомендации. Совершенно верно. Вы же знаете, что я не только как президент вижу это, но я это все переживаю. Поэтому я каждый день с этим сталкиваюсь. Александр Ильич, мы знаем, что вы по первому образованию педагог. Ну вот. Хорошо владеете методиками. И читаю все ваши книжки. Даже математику. Затронулись сегодня и один из самых обсуждаемых в последнее время вопросов. Начало занятий в школе. По мнению президента, руководствоваться нужно прежде всего интересами детей. Их здоровьем, и способностью усвоить материал. Если ребенок не высыпается, то страдает и его самочувствие, и эффективность знаний. Беларусь намерена свести к минимуму использование антибиотиков в ветеринарии. Об этом сегодня сообщили в Минсельхозпроде. В стране действует перечень препаратов, которые запрещены для применения к животным, и в целом отрасль находится под особым контролем. Что касается претензий Росельхознадзора касательно обнаружений в сухом молоке антибиотиков, то, как отметили в профильном ведомстве Беларуси, нормативы для этого продукта не прописаны. Таких правил в мировой практике придерживаются только российские санслужбы и ориентируются на стандарты для сырого молока. Однако и с этой позиции в большинстве упомянутых случаев белорусское сухое молоко укладывалось в параметры безопасности. У нас в хозяйствах, как правило, зачастую так и есть, и мы к этому стремимся, мы это контролируем. Больное животное изолируется отдельно от стада, и при обработке препаратами оно содержится отдельно, доится отдельно, и это молоко ни в коем случае не идет ни на молокозавод, не используется как сырье для производства продуктов питания. Вообще во всем мире существует огромная программа по уменьшению использования антибиотиков, и мы сами эту программу принимаем к действию. В настоящее время для Росельхознадзора в Минске готовят информацию об усилении контроля за сырьем. В течение 10 дней может быть принято решение о снятии запрета на экспорт оставшихся предприятий. Указ о системе мониторинга общественной безопасности подписал глава государства. Документ предусматривает развитие действующих в стране комплексов видеонаблюдения на основе единых технических требований. Работать система будет как в целях профилактики правонарушений, а также помощи в раскрытии преступлений и розыска лиц, так для предупреждения о ликвидации чрезвычайных ситуаций. В этой связи предусмотрено использование программного обеспечения, видеоаналитики и специальных детекторов, позволяющих фиксировать определенные события. Кроме того, планируется создание архива с возможностью поиска необходимой информации. Предполагается, что сигнал о тревожных ситуациях госорганам системы обеспечения безопасности будет поступать автоматически. В Египте совершено нападение на автобус с паломниками. Транспортное средство расстреляли боевики. Жертвами атаки стали более 25 человек. Десятки получили ранения. ЧП произошло в районе монастыря Святого Самуила на юге страны. По данным правоохранителей, 10 злоумышленников подъехали к автобусу на двух автомобилях. Их одежда напоминала форму египетских военных. В данный момент силы безопасности страны патрулируют районы нападения. Все подъезды к монастырю перекрыты. Президент Египта собирает экстренное заседание Национального совета безопасности. Четырем жителям Лондона предъявлено обвинение в подготовке терактов. Под стражу подозреваемые были взяты еще на прошлой неделе, до нападения в Манчестере. По данным следствия, один из злоумышленников намеревался совершить атаку, а остальные фигуранты расследования оказывали ему содействие. Отмечу, в Британии действует критический уровень угрозы. Его ввели после взрыва на стадионе Манчестер-Арена. 75 пострадавших в результате теракта остаются в больницах. Несколько человек числятся пропавшими без вести. Американский штат Северная Каролина пострадал от разрушительного торнадо. Повреждены десятки домов, магазины, школы и другие учреждения. Некоторые и вовсе превратились в руины. Более тысячи местных жителей остались без света из-за обрывов линии электропередачи. Для ликвидации последствий смерча в пострадавшие районы направлены специалисты. В Австралии открылся фестиваль света «Яркий Сидней». Каждую весну крупнейший город страны привлекает своими невероятными инсталляциями туристов со всего света. В этот раз над поражающими воображениями проекциями трудились 180 местных и международных мастеров. Анимации и спецэффекты встречаются буквально на каждом шагу – от земли под ногами до 50-метровых фонтанов. Конечно, самым ярким и впечатляющим экспонатом световой выставки стал знаменитый Сиднейский оперный театр. На нем изображены воображаемые морские существа, скрывающиеся в глубине гавани и мерцающих растений. Александра Шкарупина, телекомпания СТВ. Открытие в Минске торгового дома Азербайджана будет способствовать увеличению товарооборота между странами. Беларусь стала первым государством, где Азербайджан открыл подобную площадку. За четыре месяца этого года темп просто взаимной торговли существенно прибавил и составил 116%. Зарубежные партнеры интересуются и сотрудничеством с нашей страной в области инвестиций. Основу отечественного экспорта в Закавказскую республику составляют тракторы, лесоматериалы, лекарства, молоко и нефтепродукты. Мы надеемся, что открытие этого торгового дома предоставит новые возможности предпринимателям из Азербайджана поощрить их деятельность. И должен сказать, что продукция беларуского производства очень качественная, конкурентоспособная. И в этих магазинах зачастую бывают очереди. Напомню, по итогам недавнего официального визита президента Беларуси в Азербайджан достигнута договоренность об увеличении товарооборота между странами в два раза до 700 миллионов долларов. За Кавказской республикой открыты четыре беларуских супермаркета, а также сборочное производство грузовиков и тракторов. Обсуждается возможность строительства в Баку совместного предприятия по выпуску лекарств. Кладезь истории. 90-летие отмечает Национальный архив Беларуси. На полках одного из крупнейших хранилищ страны факты и события новейшей истории. Национальный архив был основан в 1927 году. Однако документальный отчет здесь ведется с бумаг, датированных 1917-м, годом Февральской революции. Сегодня в фондах исторической сокровищницы более миллионы уникальных документов. Значительное внимание уделяется их оцифровке. Перед архивами стоит задача огромная не только сохранения архивного фонда, документального наследия нашей страны, но и более глобальная задача стоит переводить документы в электронный вид, расширение доступа населения к архивному национальному фонду. На сегодняшний день более 15% документов оцифровано и в 2011 году введена система открытого доступа к этим архивным фондам. Сегодня архивисты активно помогают академической науке. Планируется, что Национальный архив Беларуси, а также его региональные подразделения, примут участие в создании учебных пособий и хрестоматий для школ и вузов. Областной этап конкурса юных чтецов «Живая классика» сегодня проходит в Минске. Произведения белорусских авторов «Колоса», «Купалы», «Богдановича», «Короткевича» декламируют почти 100 юношей и девушек. Все они победители районных чтений. К слову, у каждого из участников лишь одна попытка удивить жюри. Судьи обращают внимание на технику речи и артистизм. Я не боюсь, потому что я уже выступала много разов и спадещу на какое-нибудь место. Тут достойные вельми уделники собрались, они уже переможцы, переможцы районного этапа. Но сегодня мы отберем, з них должны добраться всего только четыре человека, которые в осенью у Верусни поедут в Полоцк. Проект набирает популярность и уже признан самым масштабным в истории Беларуси конкурсом юных чтецов. Победители, а это по четыре представителя от каждой области, в сентябре примут участие в национальном этапе «Живой классики». Ну а финал и награждение лучших чтецов страны состоится на Дне письменности в Полоцке. Мы продолжаем следить за развитием событий, далее спортивное обозрение. Репортажи и эфирное видео всех программ в любое время доступны на YouTube-канале СТВ. Следующий выпуск в 19.30 проведет моя коллега Ирина Мартьянова.